Привет, зрители! Сейчас будет маленький обзор моей покупочки из магнитика. Я сегодня убиралась, у меня так хотелось свежего огурца, а есть только солёный и маринованный. Я думаю, а чё такое? Ну, я ж не бедствую так уж совсем, да? Почему бы не сходить, не купить огурец, а? Я купила огурец на развес. Я поняла, что, наверное, на развес он будет дешевле, плюс он поменьше, чем в упаковочке. Ну, три огурца, четыре огурца, один длинный огурец. Он помереть раньше сможет, чем я его съем. Я решила, что надо купить этот самый, развесной огурец. Сейчас я скажу, по чём вышел мне, да, всё это вместе у меня, вся покупочка у меня вышла на 423 рубля 54 копеечки. Огурец-то где? Огурец. Огурец 170 рублей без копейки. Вышел он мне на 256 грамм 43 рубля 52 копейки, вот. 43 рубля с копейками. Ещё я как бы изначально планировала в субботу или воскресенье съездить закупиться и сделать такой конкретный стол на своё дыре. Ну, у меня одни болеют, другие, я даже не знаю, вроде тоже болеют. В итоге, как бы это, все, кто может, болеют, а кто не болеет, ну, не могут. И в итоге мы, вроде как договорились, сроднёшь, ещё покупать тортик, беру ещё кое-что и иду, значит, к ним вечером в день своего дыре в понедельник 14 февраля. То бишь, отпало, нужно покупать кучу всего и готовить. Я хотела чисто себе даже сделать какой-нибудь салатик. Ну, в общем, я хотела купить какой-нибудь сыра хорошего, ламбера или лареца, нарезать его красивенько, расположить по тарелочкам, купить нарезки сырокопчёной в Ашане, ну, как-то это. В итоге это всё отпало, но я что-то увидела сыр по скидке, и состав у него вполне вменяемый. Это глав, плав, сыр. Сыр плавленый янтарный. Вообще вот такой ни разу не брала. И обычно по скидке я его никогда не видела, а по полной цене он такой же, как этот самый, блин, какой-то другой сыр, который я покупаю, он понравился. Но этот был внезапно по скидке и был какой-то, ну, как бы даже приличненько стоящий. 140 рублей без копейки за 400 грамм. 40% сыра, там, в смысле, жирности этого сыра. И сделан он у нас 21 января и до 19 апреля он может жить. А сегодня у нас, по-моему, 10 февраля, и кошка меня почему-то кусает. Ну, не так, чтобы сильно, но вот кусает. И вообще я туда изначально хотела пойти за сметаной. У меня вчера ещё было сметаны на сегодняшний на раз, там у меня есть супчик-пюре из всяких... В общем, такой веганский суп-пюре со сливочным маслом. Ну, есть же веганы, которые сливочное масло, наверное, едят. Ну, не знаю, короче. Растительный супчик-пюре со сливочным маслом и со сметанкой. Там на раз осталось и сметанки, и супчик. Я думаю, на, купить сметанки, мало ли что, у меня ещё есть редька, вот я салатик хочу с этой редькой сделать. Вот можно с огурчиком и с редькой, можно огурчик со сметанкой сделать, а редьку пожарить с салом, ну, даже так потушить её с салом. Короче, и я вчера чего-то не дошла, а сегодня решила купить сметану. Изначально я шла вообще за сметаной, ну, и за огурцом. Сметана, как обычно, простокваша на 10% жирности 29 сентября сделана, фу, сентября, пардон, января сделана, а 28 февраля она перестанет жить. Я только сейчас поняла, что я лох. Я сегодня видела гречку в магните, она была по скидке. Одна гречка моя цена, и другая гречка просто гречка. И там написано, сделана в феврале 22-го года, и живёт там до какого-то месяца 23-го года, я думаю, блин, сейчас 23-й год. Она, значит, в прошлом году сделана, а Лёля лох. Это потому, что последние 3 дня, 4 дня вообще, 4 дня Лёля очень мало как-то ест. Просто случилось так, что у меня случился в контейнере мёд в сотах. Ну, ты, наверное, видел этот маленький ролик, если не видел, в шортик такой глянь. Я его даже на стену канала кидала, в инстаграмчик я кидала, в телегу я вроде фоточку кидала. Я что-то так усердно слопала этот весь контейнер с мёдом в сотах, что как-то, ну, когда мёд ешь, в общем, ну, как-то это, долго есть не хочется. А потом я как-то занята была, мне как-то было не до поесть. И только сегодня я осознала, что вчера я вообще 2 раза ела. Сегодня я ела тоже где-то примерно 2 раза. Ну, порциями такими. Кошка, не надо грызть стол. Кошка, не надо грызть стол. Хулиганка. Короче, только сегодня я осознала, что я очень мало ела последние дни. Вот такая слегка вяленькая, варёненькая и тормознутая. Да, вот тормознутая. Ну, в принципе, мне гречку сейчас не к спеху, но при случае можно будет там в Ашане в магните купить эту гречку. Так вот, сметана. Последний раз я её покупала за 58, что ли, рублей с копейками. Сейчас она уже без скидки, но тоже довольно бюджетная. 66 рублей без копейки, 300 грамм. Моя любимая сметанка. Не то, чтобы я особо как-то против там жирной сметаны, но ещё-то я как-то её вижу. Она самая дешёвая из всех этих сметан. По объёму самая нормальная, по консистенции она мне тоже очень нравится. И ещё я купила себе 2 мандаринчика. Какие-то такие мандаринчики. Я даже достану его сейчас. Ну, как бы я увидела один мандаринчик, думаю, один мандаринчик брать уж как-то совсем на бомжа, думаю, надо взять второй мандаринчик. А что-то мне ничего особо не понравилось. Я в итоге, ну, так вот, первый попавшийся взяла. Это тот мандаринчик, который мне понравился. Вот он. Вот такой вот мандаринчик. Что-то, ну, у меня как-то его слишком желтит эта лампа. Сейчас бы... Ну, как-то вот такой мандаринчик. Кошка, ну, не надо грызть стол. Вот вы, вот, посмотрите, зрители, вообще. Ну, я думала, что это только у меня такой мутант. Я нашла в интернете какой-то форум кошатников с ветеринарами 2007 года. И там кошки и кастрированные, и стерилизованные. Ну, в смысле, и коты, и кошки вот этим страдали. И те, которые просто кошки, и еще кошки, которые крысы ловки. Жуть. Первое кошка. Короче, мандаринчик. Я купила два мандаринчика. Сейчас скажу, почем кайф. Мандаринчики. Вы где? Э-э-э. 80 рублей без копейки за килограмм. 190 грамм у меня вышло на 15 рублей 20 копеек. Это прям вот, ну, такие вот, знаете, как прожить на 100 рублей, чтобы купить при этом кучу всяких вкусняшек. Можно купить вот такой огурчик за 43 с копейками. Можно купить два мандаринчика за 15 с копейками. Я еще купила себе бананов У меня есть там 4 банана В двух разных пакетиках Поломанные, замороженные Я хочу сделать из одного мороженого Из одного пакетика, а из другого может быть смузи Потому что у меня там еще несколько кусочков тыквы Есть замороженной Пакетик у меня прямо на кассе порвался Обычно считается, если на кассе Кассир вам случайно порвал пакетик То он вроде его должен заменить Но у нас как-то с этим не сложилось 4 банана Может быть я хомячу один банан А может они у меня будут лежать Зреть, 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 мякнуть, мякнуть И я порежу с чаем, попью А остальное заморожу и опять что-нибудь сделаю Кошка, у меня даже нет ничего такого Что бы в тебя кинуть, чтобы ты это Пришлось обезьянкой пожертвовать Так, бананы вы где? 76 рублей без копейки За килограмм Вышли у меня бананы на 76 рублей без копейки Я думаю, почему 240 грамм А тут вот так пропито странно В общем там килограмм 1024 грамма у меня Короче Эти бананы вышли чуть больше, чем на килограмм 77 рублей 81 копейка Ну и бюджетная покупка в сравнении с тем Что тогда, значит, говорит что-то Как вот в день прожить на 300 рублей Ну если бы это был прикол Типа купить что-то на 100 рублей То вот бананы бы уже не вошли в этот рейтинг Что ты там дерешь Не надо трять пакетик от головы кольцевой лампы Я честно смонтирую ее Я не знаю, успею ли я до дня рождения Но я постараюсь, по крайней мере Надо просто нормально Надо не забывать про покушать Тогда не будешь такая вяленькая тормозная Да, Лёля, так, в общем, как бы это Лимоны 114 рублей без копейки за килограмм 360 грамм Вышли на 41 рубль 4 копейки Я думала, что это апельсины Просто они лежали рядом Ну как бы там две коробочки с апельсинами И коробочка с лимонами И в коробочке с лимонами лежал такой странный апельсин Я думаю, вау, такой странный апельсин Возьму-ка его Он, наверное, случайно упал Ну, бывает, что там вроде как это С одного лотка на другой фрукты падают Вау, ещё такой же странный апельсин А мне на кассе сказали Это лимоны Я говорю, да вроде апельсины Нет, нет, это лимоны Они какие-то дофига вкусные Как говорят другие, кто покупал Сказала, кассирша И в общем, я взяла эти два лимона Они какие-то такие мягонькие Зритель, кто ел вот такие лимоны Похожие на апельсины? Дай знать в камен, да? Если ты ел Если вдруг кто-то их ел Я это, может, ещё не успею попробовать А ты уже камен доставила А может, уже успею попробовать Отломила он от него жопку Только что сегодня убиралась И уже сама же мусорю Короче, в общем, два лимона Которые похожи на апельсины Попробую я их И увидела молоко по скидке Оно сроком жизни до 17 февраля Молоко цельное Отборное Постерилизованное Питьевое Молоко отборное Лето Вологодское От трёх до Ну, в общем, где-то примерно 3-4 процента До 4 процентов жирности Массовая доля жира Объём 930 миллилитров Вологодский молочный продукт Первый раз вот такое вижу Я думала, почему оно вдруг по скидке Обычно в таких бутылочках Оно как бы дороже Да, кстати, я состав-то не увидела Молоко цельное Без сухого молока И без консервантов Чё? Ещё в сухом смысле Ну, я понимаю, что бывает Там из сухого молока Как бы я сама сухое молоко Бодяжина, мокрое Но, что в молоке Ещё и консерванты бывают Видимо, где-то бывают В общем, вот Молоко Думаю, чё такое, чё не так А потом увидела, что оно до 17-го Думаю, так, а когда оно сделано Непонятно Ну, и нам написано Срок годности До срока годности Ну, использовать до срока годности Думаю, о чё? Сначала думала Две бутылочки Думаю, вдруг оно мне не понравится Будет стоять Я при него забуду Кошка тоже решит не выпить Она уже вообще Зажравшаяся такая стала Ну, возьму пока Одну бутылочку Если понравится Приду на следующий день Куплю ещё бутылочку Если оно уже не будет по скидке Ну, значит, разведу сухого молока Если меня жаба задушит А если оно будет по скидке И при этом его, ну, как бы цена нет А его уже купили Ну, значит, не судьба Думаю, ну, как бы это Я решила просто уже для себя давно Так это Но исполняю только совсем недавно Начала следовать этому решению Не покупать прозапас А то я помню Накупишь прозапас что-нибудь А оно потом вздохнет А ты про это забудешь И получается деньги на ветер Нахрен Нет, не бюджета совершенно Где-то молоко 40 рублей без копейки Вот молоко Я его даже сейчас глотну Нормально такое молоко Ну, как бы молоко, как молоко У меня усы-то у меня нигде не остались Ну, если устались, ничего страшного Короче, молоко Можно забодяжить этого Зелёного порошкового китайского чая Разбавить молоком Можно заварить остатки ябукитатя И разбавить молоком Можно заварить совсем остатки Ходзича, по-моему, у меня ещё немножко осталось Разбавить молоко Можно заварить чёрного обычного чая Разбавить молоко Можно заварить зелёного обычного чая И разбавить молоко Можно просто так попить молока Короче, вот такой у меня обзор Напомню всё зрительно Что всё это мне обошлось 423 рубля 54 копейки Я что-то думала, что бы я чуть дороже Но вышло вполне нормально Такие дела Если ты это осилил, то круто Ну и пока Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста Ляй Лестон Продолжение следует...